И еще одна острая тема на сегодня – противотуберкулезный диспансер. В сентябре после проверки Роспотребнадзора его закрыли на 90 дней. Но вместо того, чтобы отремонтировать и устранить замечания, Департамент здравоохранения области решил закрыть. Никакого ремонта в стационаре и не было, говорят работники. Междурещенки даже устроили пикет, боятся, что в городе будет эпидемия туберкулеза. Екатерина Селиверстова продолжит тему. Практически 90 дней назад приостановили деятельность туберкулезного диспансера. В связи с этим в минувшие выходные медсестры вышли на одиночные пикеты, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме. Вместо того, чтобы устранить нарушения, областной департамент здравоохранения пока никаких мер не принимал, рассказывают работники. Главное опасение врачей – эпидемия в Междуреченске. Если до закрытия в диспансере было 53 больных, то после закрытия всего три человека отправили на лечение в Новокузнецк. Остальные проживают в городе, утверждают медики. После 7 декабря должен состояться суд, должны определить дальнейшую судьбу стационара. То есть на данный момент нарушения не устранены, вот именно по стационару. То есть ничего не делается. А дневной стационар у нас в принципе проблемы-то не решает. То есть заболевания начнут прогрессировать, то есть начнется, ну, рост. Да даже приехать просто за таблетками, вот сейчас сюда, у многих нет денег. Естественно, пропускают лечение. Но чем чревато? Если человек заразный находится дома, чем это чревато? Тем, что он заразит своих окружающих, близких. Медсестры обращались и в администрацию, и в департамент. Однако всюду одни отписки. Пикет – крайняя точка. Говорят Междуреченки, и не последняя. В плане открытия стационара, чтобы это не было затерка. Да, мы заключим договор на ремонт, деньги выделят в следующем году, возможно. Но как бы вот это нас совсем не устраивает. Мы хотим действительно отстоять. Вот в данном случае это право нашего города на жизнь. В октябре в Междуреченске побывала Ирина Осинцева, главный врач Новокузнецкого клинического противотуберкулезного диспансера. Тогда она заявила, опасности для окружающих нет. На сегодняшний день из тех людей, которые 6 сентября были распределены по стационарам Новокузнецка и Мыски, и проблем с местами не было, был только один пациент, который в эпидемиологическом плане представлял для окружающих опасность. Связаться с Ириной Осинцевой не получилось, но обратную связь пообещали. Закроют стационар или начнут делать ремонт? Ждем ответа и обязательно вам сообщим. Екатерина Селиверстова, Сергей Ремин. Новости. Мой Междуреченск.